Эндрю Маккарти, бывший помощник прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, считает, что манхэттенский судья Мерчант попытается отправить Трампа в тюрьму в день объявления приговора 18 сентября. Приготовьтесь к тому, что 18 сентября Трамп будет приговорен к тюремному заключению, заявил Маккарти в эфире Fox News 14 августа. Цель Мерчанта дать возможность вице-президенту Камали Харрис и корпоративным медиа навесить на Трампа ярлык осужденного преступника, приговоренного к судебному заключению, когда начнется голосование. Дело в том, что 18 сентября предполагается, что это обвинение прозвучит, а 16 сентября, за два дня до этого, в штате Пенсильвания начнутся досрочные голосования, и они продлятся аж до 12 ноября. Напомню, что судьба выборов может решиться именно в этом штате, а департамент которого уже заявил, что подсчитать голоса 5 ноября им там не удастся. Как мы помним, дата вынесения приговора была смещена с 11 июля, потому как пришло решение Верховного Суда, признавшего за Трампом университет от судебного преследования. На этой неделе Хуан Мерчант в третий раз отклонил ходатайство о самоотводе по делу, проходившему в Манхэттене. Зато он продлил для 45-го президента действие запрета на озвучивание информации Gag Order по делу о грязных деньгах порнозвезде. Адвокаты Трампа, во-первых, потребовали отмены обведенных приговоров сразу после решения Верховного Суда об иммунитете. И, кроме того, еще раз заявили, что Мерчант должен взять самоотвод. Речь идет о прямом конфликте интересов. Платформа дочери суди Мерчанта Лори Мерчант, Authentic Campaigns, заработала миллионы долларов, помогая избирательным компаниям демократов Калифорнии. Особенно важно отметить, что прибыльная политическая работа дочери Мерчанта выполнялась непосредственно для избирательной кампании вице-президента Камалы Харрис. А потому сейчас должна рассматриваться как более значимая. Ведь Харрис заменила президента Байдена в качестве демократического оппонента Трампу на предстоящих выборах. Кто-нибудь может объяснить, насколько это все законно? И почему республиканцы не возмущены этой преступной юридической войной против кандидатов президенты от их партии? Именно такие слова прозвучали, произнес Эндрю Маккарти в эфире Fox News. Ну а вот наши дьявол текущие конгрессмены все еще на каникулах. Они совершенно не собираются защищать Трампа. Они хотят только, чтобы мы дали им какие-то деньги на кампанию, чтобы мы пришли за них проголосовали. А вот бороться за Трампа пусть борется сам Трамп. Сейчас ему еще, к счастью, помогает Джиди Вэнс. Поэтому я считаю, что мы должны сами давить на них и доводить до их сведения, что если они хотят, чтобы мы за них голосовали, они должны сейчас начать бороться, чтобы мы выиграли эти выборы. Дело в том, что конгрессмены наши республиканские не довели до конца ни расследования о покушении на Трампа 13 июля. А там все нити ведут к администрации Байдена Харрис. Также они начали расследование в отношении фирмы дочери судьи Мерчанта и тоже пустили его на самотек. Пропустят они еще один удар от Мерчанта, который последует 18 сентября. А вот сам он, так утверждает Эндрю Маккарти, по-видимому, решил, что отложит в сторонку вот это решение Верховного Суда и вынесет Трампу 18 сентября тюремный приговор. Так что юридическая война против Трампа далека от завершения. Прокуроров и судью не волнует, будут ли обвинительные приговоры в итоге отменены в результате решения апелляционного суда. Конечно, будут апелляции. Не то, чтобы Мерчант действительно собирался посадить Трампа в тюрьму. Практически наверняка Трамп выйдет под залог до рассмотрения апелляции. Цель Мерчанта – это назначить суровый тюремный срок кандидата в президенты без реального даже лишения свободы, но прямо во время начавшихся выборов. И почему бы ему это не делать, когда он совершенно не встречает никакого сопротивления со стороны конгрессменов Палаты представителей. В том, насколько отрицательно такой приговор скажется, мы уже помним по 2020 году, когда очень на многих повлиял импичмент Трампа. Хоть его и не признали виновным, но очень многие поменяли свои решения. Для американцев это как ярлык – осужденный преступник. На многих это может повлиять. И поэтому демократы действительно, к сожалению, делают все очень правильно. Они хотят просто объявить его осужденным преступником, которому грозит тюремный срок. А дальше как получится. И такой вот приговор, к сожалению, может очень отрицательно сказаться на решении наших избирателей голосовать за Трампа. Подпишитесь на Patreon, X и TrueSocial. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова